Или примут участие в боевых действиях. По словам министра иностранных дел Польши, на сегодняшний день уже зарегистрировались для зачисления в это добровольческое подразделение, зарегистрировалось несколько тысяч человек. Это довольно хороший показатель, это практически бригада уже набранная. Бригада там 3,5 и выше, если несколько тысяч, то вполне может быть почти бригада. Но это же только начало, это буквально только первые несколько дней. Так что мы ожидаем, что это движение будет иметь свое логическое продолжение. И естественно наши бойцы, наши добровольцы будут записываться в это подразделение, проходить обучение, экипироваться и прибывать сюда для разгрома врага на поле боя. Наших захватчиков, для разгрома наших захватчиков в Рашистскую Федерацию. Далее, Латвия, Литва и Эстония отсоединятся от энергосистемы Рашистской Федерации и Белоруссии в феврале 2025 года. Об этом заявила Минэнергетики Литвы. Кстати, это очень интересный момент, потому что полностью прекратится транзит электрики по сухопутному коридору через страны Балтии, в Калининградскую область. Так что России надо задуматься, как они будут снабжать, потому что энергосистема, сейчас используются энергосети стран Балтии для транзита электромощностей. Если они синхронизируются с Европой и отключают полностью Рашистскую Федерацию, то ни о каком транзите электрики в Калининградскую область речи быть не может. Поэтому до февраля 2025 года они готовят всю техническую базу по переходу полностью на энергосистему ЭНТСОЕ, называется система, континентальная европейская энергосистема. И страны Балтии перейдут полностью на европейскую систему, отрубившись полностью от Рашистской Федерации и Белоруссии. Орбан сегодня будет пытаться встретиться с Трампом, об этом сообщает Блумберг. Но визит будет проходить на ранчо Трампа. Визит не разглашается, говорят, что он будет секретный. Что там будет обговариваться, непонятно. Но мы все знаем, главная тема этого визита, скорее всего, будет урегулирование или поиск вариантов проталкивания путинской капитуляции, с которой носится Орбан как с писанной торбой. Также визит имеет еще, как всегда, каждая медаль имеет две стороны. Так вот, обратная сторона этого визита усугубит опасения по поводу того, что венгерский лидер работает как посредник между Путиным и Трампом. И это к тому, что европейские лидеры после возвращения с Вашингтона могут поднять вопрос на заседании Европейского Союза о досрочном прекращении полномочий Венгрии в Европейском Союзе. Из-за их позиции, вот такой позиции, в отношении, точнее, не позиции, а из-за такого сотрудничества или полного подчинения Кремлю в вопросах захватнической войны России против Украины. Ну а тем временем Канада, используя поля саммита, объявила о новом пакете военно-технической помощи Украине на сумму в 500 миллионов канадских долларов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате рашистского удара по детской больнице Ахмадет в Киеве, а также анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов. Так что, видите, помощь идет со всех сторон. Далее, Министерство обороны Дании заявляет, что их идея о том, что надо проинвестировать, то есть, нашему политическому руководству деньги в руки давать нельзя, мы это уже убедились. Поэтому в Европе Дания выступила инициатором такой программы, что инвестиция, прямая инвестиция в военно-промышленный комплекс Украины, причем не только в государственные, а в том числе и в частные. Что они делают? Они закупают за свои деньги, вместо выделения денег на военно-техническую помощь, они эти деньги не дают в руки нашему политическому руководству, они на эти деньги закупают технику и вооружение у нашего военно-промышленного комплекса для нужд сил обороны Украины, для вооруженных сил Украины. Так вот, Дания купила 18 САУ Богдана для нашей артиллерии, для вооруженных сил Украины. То есть, они являются заказчиками, сейчас завод их изготавливает, в ближайшие месяцы будет закончен весь пакет, все 18 САУ, и Дания их передает, она как правообладатель этих САУ, передает их вооруженным силам Украины. Вот такой вот вариант придумали наши западные партнеры, дабы избежать коррупционной составляющей в ходе прохождения денег внутри нашей страны. В июне было заключено, в прошлом месяце заключено официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, и первым результатом этого проекта является вот такое соглашение о закупке артиллерии украинского производства. Кстати, Дания надеется, что такой вариант инвестиций, прямых инвестиций в наш военно-промышленный комплекс будет поддержан и другими странами, которые подписали с нами договор о сотрудничестве в оборонной сфере. Это те договора, которые у нас называют безпековыми угодами, вот на самом деле это просто договора десятилетние, на 10 лет о сотрудничестве в оборонной сфере. Но тем не менее, те, кто подписал эти договора, или просто страны, которые изъявят желание вот таким образом помочь нашим силам обороны и нашему военно-промышленному комплексу заработать деньги для того, чтобы развивать свое производство и свои мощности. Соединенные Штаты впервые после окончания Холодной войны принимают решение о размещении оружия дальнего радиуса действия в Германии. С 2026 года на территории ФРГ будут размещены крылатые ракеты «Тамагавк», зенитные ракеты МС-6 и недавно разработанное гиперзвуковое оружие, имеющее значительно больше радиус действия, чем нынешние наземные системы в Европе. Они, кстати, испытывают это гиперзвуковое оружие, в отличие от Рашистской Федерации, оно довольно неплохо у них летает и действительно держит гиперзвуковую скорость практически на всех участках полета. Дальность действия американских крылатых ракет составляет, ну, «Тамагавк», в частности, 2,5 тысячи километров. Это означает, что теоретически они могут долететь даже до Москвы с территории Германии. Ну, естественно, Россия в военном ключе ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Это заявил уже МИД Рашистской Федерации. Посмотрим, как они ответят. Ну, опять будут гонять вдоль западных границ Рашистской Федерации, будут гонять системы «Тополь» или «Ярс» или другие баллистические ракетные комплексы межконтинентальные, ну, потому что у них другого ничего нет, средней дальности. Ну, у них только «Эскандер» крылатая ракета, ну, их же недостаточно для того, чтобы запугать Запад против таких мощных ракет, которые собирается США завести в Европу. Продолжение следует...